здравствуйте товарищи не обращайте сильно большое внимание на наш внешний вид это всего лишь рабочая одежда сегодня мы вам расскажем с чего все начиналось как мы начали собирать силовую броню и с чего нужно начинать если вы захотите делать ее тоже а Для начала идут измерения. Естественно, нужно подобрать профиль, желательно не очень тяжелый, но тем не менее крепкий. Мы взяли для нашего нового экзоскелета профиль десятку, то есть 10 на 10 миллиметров. В принципе, он довольно прочный и легкий. Для наших целей его вполне хватит. Как вы можете заметить, мы не можем сейчас, конечно же, его разобрать и показать вам полностью, с чего вообще начиналось, потому что уже что-то сделано. Мы поэтому решили показать вам на примере нового экзоскелета. Поскольку данный аппарат немного сложен в конструкции и трудоемок в работе, в принципе, впоследствии вы можете заменить металлический каркас и вот эти профиля металлические, если у вас нет сварочника, например, на полипропиленовые трубы. Ну и, естественно, полипропиленовые трубы гнутся и они не очень надежные, но эластичные. А можно использовать алюминий? Да, также можно использовать алюминий. Ну а если у вас есть аргонная сварка, так это вообще шикарно. Это все, что касается каркаса. Значит, здесь вы видите суставную систему. Это забедренный сустав. Здесь мы использовали шаровые от автомобиля. Или как их еще в простонародье называют. Линки, куклы, я не знаю, все по-разному называют. Здесь, как вы видите, в коленнем суставе у нас тоже стоят шаровые для надежности, потому что конструкция очень тяжелая. Ну и, естественно, на ступнях тоже использованы шаровые. Так как здесь у нас реализован манипулятор и, в принципе, нога оператора внутри не двигается. А манипулятор работает сам по себе отдельно. Имитирует работу ступы. Как мы уже говорили, в данной конструкции нет позвоночника. То бишь, нет позвоночного столба. И даже спереди мы решили не делать позвоночник. Хотя в нашем новом экзоскелете будет реализована эта функция. Здесь вы можете видеть цельную раму, которая как будто бы как кабина, которая уже крепится к подвижному тазу. Естественно, опять же, на двухшаровых. Чтобы имитировать работу поворота корпуса и давать некую степень свободы оператору при ходьбе. Здесь вы видите полную реплику позвоночника и его действия из многих частей. А здесь мы решили сделать проще. Сделать из трех секций. Здесь пока еще только две. Одна поворотная на тазе, другая поворотная на пояснице и еще одна поворотная на грудном отделе. Здесь такого нет. Как я уже говорил до этого, есть кабина, которая полностью целиковая. Она имитирует часть поясницы, часть грудного отдела и спину одновременно. Она изгибается только в брюшном отделе. И ее подвижность достигается четырьмя степенями свободы. То есть она вся целиковая. Единственное, что она ходит вот здесь. И сгибается. Здесь мы видим, что мы пошли дальше. И немножко сделали, как в игре, небольшую реплику. Делали манипуляторы рук, которые в принципе тоже сгибаются, управляются с той стороны кистями человека. Пальцы, естественно, сжимаются. Все работает. Грубо говоря, это имитация человеческой кисти, только немножко она... Эта кисть, как вы видите, она выступает продолжением вашей руки. Но тем не менее, все функции выполняет опрюки оператора. И тоже, естественно, мы видим здесь. Здесь тоже мы видим, что мы использовали шаровую для крепления кисти, чтобы дать ей три степени свободы. Здесь мы видим, что задняя крышка будет усидеть. Для того, чтобы мы могли поставить пневмоцилиндр и открывать ее с помощью пневматики, с помощью управления вот такого нехитрого устройства. К сожалению, пока пневматику мы еще не закрепили, потому что у меня тут немножко случился казус. С моей машиной, с моей 840, мне приходилось ее ремонтировать, потому что я на ней каждый день не очень до робота катаюсь, не дошли руки. Но в ближайшем будущем мы собираемся это делаем устанавливать. Для приводов мышц коленных, суставов бедренных мы будем использовать вот такие гаслифты от отечественного автомобиля, от багажника, которые мы будем переделывать в гидравлику. Естественно, мы будем вываривать штуцера, изменять конструкцию. Ну, потому что таких купить мы не имеем возможности, нам просто тупо не хватит денег. Ну, естественно, оно будет все спрятано, ничего не будет видеть. Вот такое нехитрое устройство. Что касается шлема данной системы, естественно, делать, чтобы оператор сзади входил, закрывался, все полностью в реплике, как в игре, мы так сделать не можем напрямую, чтобы просто-напросто человек вошел, а потом уже одевал шлем. Поэтому шлем должен стоять на месте, должен открываться пополам, чтобы человек мог засунуть в него голову, и тем не менее он должен поворачивать голову влево-вправо и вниз-вверх, чтобы смотреть, куда он идет. Иначе, если мы поставим просто тупо здесь шарниры, столько степеней свободы у него не будет. Поэтому мы будем изготавливать здесь специальное устройство. В общем, здесь по креплению шлема еще предстоит очень много работы, очень много шарниров, очень много суставов. Вообще, самая сложная часть сделать так, чтобы голова и оставалась на месте, и чтобы оператор, когда в него заходил, все закрывалось и могло двигаться во все стороны. Далее, что мы еще планировали сделать? Поставить тепловизор. Ну и если с тепловизором не получится, нахудую, конец ночное зрение. В принципе, конечно, ночью мы в нем ходить нигде не будем, но ради того, чтобы было, почему бы не было. Вот, собственно, и все. Насчет системы открывания. Сейчас здесь стоят обычные газлифты на открытие, обычные мебельные. Их мы потом в будущем будем менять на такие же пневматические, которые работают в обе стороны, чтобы данная конструкция могла открываться и закрываться одновременно с помощью воздуха. По нажатию рычажка, так сказать. Но вы понимаете, почему получились такие огромные ступни? Потому что весь вес, который приходится не только на робота, но и на меня самого, как на оператора, его будет приходиться именно на эти ступни. Поэтому центр тяжести немножко пришлось вместить вниз. Самая тяжелая и самая крепкая конструкция оказывается в самом низу. Примерный вес на сгиб ступни 60 килограммов на каждую ногу. Это примерный вес. Потому что больше нельзя, иначе при ходьбе будет некомфортное ощущение того, что ваша ступня не сгибается. А меньше тоже нельзя, иначе были эксцессы, и я уже падал в нем вперед один раз. Вообще подобное устройство мы придумали изначально как реквизит для нашего фирма. Тем, кто не видел, посмотрите. Может быть, оцените. Может быть, вам, конечно, не понравится. Может и понравится. Но, тем не менее, мы стараемся и делаем. Хоть и медленно, но все живем.